Тротуары от улицы Пирогова к улице Апанасенко к остановке 5 августа не чистят от снега. С такой жалобой на приём пришла жительница этого микрорайона Юлия Зоева. Проблеме не один год, а ведь этой дорогой ежедневно пользуются десятки школьников, вынуждена выходя на проезжую часть. Такая вот наледь была, лёд вот такой толщины. Получается, что дети, которые в школу идут, они прямо по проезжей части идут под машины. Практически никто там не убирает. С похожей проблемой в общественную приёмную Единой России пришла и Юлия Клевцова. Снег и наледь покрыли участок перед входом в 28-ю школу. Этот подъезд к школе, его относят либо к магазину магний, или ещё к какому-то зданию. Каждый делится, что это не наша территория, здесь мы снег чистить не будем. Здесь территория 28-й школы, здесь трактор заехал, он всё вычистил, всё прекрасно. А также территория дом-магазина. А вот кусок непосредственного перехода, да, он не чистится. Ещё одна жалоба на пешеходный переход в районе остановки 5 августа, где в сезон дождей при таянии снега попросту текут реки. Перейти по зебре невозможно, не замочив ноги. Депутат Гурсовета Белгорода Дмитрий Морозов заверил, изучит ситуацию, на которой жалуются белгородцы. По крайней мере, да, то, что меня услышали, да, насколько это будет. Я понимаю, что это время, это как бы силы, ну, по крайней мере, что этими вопросами будут заниматься. Общественная приёмная часто становится именно той инстанцией, где жители получают конкретные ответы на свои обращения и решения проблем. Допустим, из последнего, там, кронирование деревьев, да, это то, что удалось, там, пролоббировать и договориться быстро с Белгородного устройства, да. Та же самая, там, МРСК по жалобе и по просьбе жителей, там, установили, там, дополнительную точку освещения на межквартальном проезде. Ну, то есть, это всё тоже работа, которая, на первый взгляд, она и невидимая, ну, и в то же время она беспокоит людей, мы с ней справляемся. За 10 лет работы общественных приёмных «Единой России» в них обратились больше 70 тысяч жителей области. Наталья Александрова, Евгений Титов, программа «Такой день» на Мире Белогурья.